МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусская республиканская пионерская организация реализуя онлайн-проект по следах перемоги. Рецепты на леки пожилым людям с хранишными захворваннями на дом. Угомили волонтеры допомагают поликлиникам. А зараза б гэта меньшим, больш подробязна. Сегодня у Беларуси означается православная радовница. В итоге гэтага свята знаходятся у старожитных уявленьях земляробов, у тем, что померлые и похаванные у земли люди, связанные с ее богатым, и могут повплывать на будущую раджай. Зараз иснуют два основные варианты утворения гэтай назвы – от слов «радость» и «род». Радовница означается на девятый день после Великодня. У гэтый день у святочноупрыгожаным доме готовались стравы для поминанья. При гэтым колькасть таких страв повинна быть нецотной. Ранецы ишли в церкву, после чего накеровывались на могилки. Зараз радовница у Беларуси з'является офицейным непрационным днем по календару православной конфессии. Традиции со старожитных часов практически не зменились, хоть церква одмоленно относится до трапезы на могилах. А проча того, в связи со складанной эпидемиологичной ситуацией, медики райц селят оперонести наведывание местопахований на иншый час. Вогуле у гэтый день можно працавать, святковать дни нараджения и уступать у шлюб. Галины беларуской экономики, якие найбольшь потерпели от сусветной эпидемиологичной ситуации, подтримают. Конкретные меры, вызначенные указом, яго подписал президент. Рашение принято после глобального обмеркования всех питаний работы буйных предприемств в реального сектору, бизнесу и социальной сферы на нараде у керавника державы. Среди мер поддержки – арендные каникулы, растерменовки и оттерменовки по кредитам. ИП позволит перелечить один и податок, кали яны не працавали. Мясовые улады могут знижать податки на майомость, запорушенник контролеры мают право спынить працу магазина, кафе або ресторана да выправлення ситуации, але не больше, як на три месяцы. Гэта мера для повышения отказности бизнесу. Скороченный час, кали наймальник поведомляет своему працавнику про змены умов працы, да таго ж на три месяцы яго могут перевести и на инший участок, кали гэта треба. Ва указе особна праписанная и меры социальной патрымки. Батьки могут различовать на допамогу, кали яны прыглядаюць за дитём до 10 годов, якоя стала контактам першага або другога узроўню. Для спрашчэння працэдур дзярж закупак дазволена их проводзіць за одной крынице у патрыбным абйоме и на протягу двух месяцев, кали договор зранейшым пастаўшчэком, скасуюць. Иншээ рашэнні прымаўцца сазгоды у рада для агнуткага реагавання на сітуацію. Запазачэнаць суб'єктаў за энергорэсурсы ў валюті можна гасіць па курсі рубля на канец минулага года. Указам прадугледжаны і іншээ меры для устойліваі працы галінэканомікі і захавані рабочых мэсцэў ў теперашніх реаліях. Меморіальны комплекс ў вёсцы Аллада зволіць новым пакаленнім усвядоміць цану вялікай перамогі. Аб гэтым старшыня гомельскага аблавыканкама Геннаць Салавей сказаў ў Светлагорскім районе па час рэспабліканскага субботніка. Керавнік регіона асабіста прыняў ў делу работах па добраўпарадкаваўні тэрыторы і комплексу. Геннаць Салавей ўпэўненны, што трагічныя падея гэтай вёскі повинны стать для молоді урокам. Меморіальны комплекс да поможа захаваць память аб сотнях людзей, які неавинна загинули ў Алле. А крамя таго ён стане символом героизму краіны, де немецко-фашысткі захопнікі забрали життё кожнага чатвёртага жихара. Када мы возвращаемся к історіі, мы сегда спамінаем сёгнешню сравні життой, каторая была і как людзі бороліся. Я думаю, для молодого пакалення это из один таких атрибутов воспаминаний, возвращение в те времена. И мы знам, что здесь 950 детей погибло, их сожли просто, не дожили. А сегодня они могли бы быть уже в определённой степени 80-летними, 90-летними людзми, которые бы просто вспоминали эту життую. Поэтому для молодых покалений это хорошее историческое место, где они просто могут окунуться в те далёкие времена. Геннад Салавей выказал слово падяке усім, хто унёс уклад во узвядзенне мемориального комплексу. Йон практична готовый. Урочистое открытие отбудется на пяре до дня перамоги. По следах перамоги онлайн-проект под такой назвой проводит Белорусская Республиканская пионерская организация. Инициатива, присвеченная 75-ю годзю перамоги у Великой Айчинной войне. Гульня складается с четырёх этапов. План Барбароса, ведай наших, операция Багратеон и перамога. Кожны стура уразличаны на тыдень, на протягу якого пионерам выдаются заданни. Удельники будут собирать пазлы, выконывать песни военных ходов и шукать зашифрованное послание. Их это всё у режиме онлайн. У опошний день проекта будет створена виртуальная аллея героев Великой Айчинной войны, где школьники смогут рассказать про подвиги своих протков. Мой прадед Басов Павел Семёнович тоже воевал. В 1943 году, в 18 лет, он был призван в миномётные войска. Участвовал в освобождении Праги. Был награждан медалью за отвагу и почётной грамотой с просписью командующего фронта. Моя бабушка, Аксёнка Надежда Степановна, во время войны осталась без родителей. И она прошла вот эти все ужасы, и я ей очень горжусь. Сегодня я расскажу о своём прадеде, Шиловиче Михаиле Анудреевиче. Он был признан в ряды Советской армии в 1944 году. Служил артиллеристом. Он участвовал в операциях по штурму Кёнигсберга и Берлина. Мой прадед служил и воевал в этой войне. Его звали Дарняк Владимир Николаевич, он получил медаль за храбрость и ордень Красной Звезды. Долучиться до проекта можно в любой час. Головная умова выконать все задания, начиная с первого. Знайти их можно в официальной группе Белорусской пионерской организации ВКонтакте. Выраженные задания необходимо выкласть на свою сторонку. Проект завершится 9 мая. Непосредственно сама изюминка этого периода нашего интернет-проекта это то, что он действительно стал интернет-проектом и то, что сегодня дистанционно ты можешь участвовать в нем. Это позволяет и охватить больше ребят на сегодняшний день. Это позволяет сделать интернет более полезным. А это, наверное, основная изюминка, которая есть. То есть мы дистанцировали с одной стороны ребят, но вместе с тем насытили интернет именно действительно интересными и полезными вещами. Медики будут отрымливать со специального профсоюзного фонду страхования от 600 до 5 тысяч белорусских рублев. Про это поведомила наместник старшины Федерации профсоюза в Беларуси Олена Манкевич. Это тычется не только урачов, которые непосредственно работают с хворыми на коронавирусную инфекцию, но и среднего медперсонала, водителя ухудкой допомоги и других. Те, кому придется взять больничный по причине заражения, выполняющий свои профессионные обовязки будут отрымливать 600 рублев с этого фонда, провела приклад Олена Манкевич. На сегодня у фонде свыше 500 тысяч рублев, каля 15 тысяч уже выплачено. Допомогу медикам будут оказывать и профсоюзные организации Аховы Здоровья. Рецепты налеки пожилым людям с хроничными захворываниями на дом. У Гомеле волонтеры допомогают поликлиникам. Контактные даденые и адресы пенсионеров продоставляют регистратуры. Затым складается график, город разбивают на участки, працуют невеликими группами. Усе доброохводники в масках, пальчатках и с антисептиками. Рецепты покидают в паштовых скрынях. Допомога волонтеров позволяет разгрузить медперсонал и створить умовы для самоизоляции пожилых людей. Зараз на доставце у регионе задейничано каля 200 юнаков и девочек. Сегодня работает горячая линия. Они все информированы. И пожилой человек, оставаясь дома, может на горячую линию позвонить, тут же будет принят звонок, и уже имеет заявку, и он уже готовится к оформлению выписки данного рецепта. Цель одна это уменьшение заболеваемости. И, конечно же, если мы таким образом оставим дома пожилых людей, мы сможем предотвратить те случаи, которые непосредственно случаются. Марафон добрых справ употрымку белорусских медиков подхопили мазырские таксисты. По пропонове одной со-служб, у некольких разов на тыдень водители такси на своих машинах да помахают наведывать хворых участковым терапевтам и помощникам докторов. Участковые терапевты до пациентов выезжают целый день. Выклики на дом празрегистратуру поликлиники принимают маль до восьми вечера. Одна з головных рекомендаций сёння не наведывать месцы массового сбора людей. Утым лику и поликлиники. Тым, кому треба выписать рецепты, кто отчувая недомогание або мы на рынке работаем в сфере такси уже около двух лет а благотворительность вообще это наш конёк мы любим помогать людям в такое время мы считаем главным долгом помогать друг другу врачи огромное им спасибо они помогают нам они спасают нас и не сказать им спасибо это не сделать ничего поэтому мы очень благодарны врачам и в свою очередь предоставить свою помощь это меньшее что мы можем сделать нагрузка огромная в день до 60 вызовов на дому меньше конечно пациентов на приеме и в это сложное время мы рекомендуем максимум оставаться дома вызывать при необходимости врача на дом и по возможности мы стараемся как бы больше их обслуживать на дому супрационники Гомельского областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сяродзе проводят мониторинг супрять пожарной ситуации у экосистемах региона на жаль кали мерковать по колькости выявленных в огне шоу многих то прайнейшим не уявляюц от подшинок без открытого огню у гэтым переканалися и наши корреспонденты яке накировалися у рейд разом с экологами мониторинг пластиковый пластиковый посуд кабни нести дадому хоть есть и инши приклады александр саучик выкаристовывая мангал таки способ приготовления ежи не заборонены али супрять пожарной меры гомельшанин усе ровно прямая используем мангал для того чтобы во-первых это безопасность возможно возгорание травы возле мангала у нас присутствует с собой пожарная безопасность вода в машине присутствует если вдруг понадобится пожарный баллон и все для того что и во-первых это культура человека у залежности однонесенной природе шкоды структуры яке ожитявляет контроль о населенных пунктах и экосистемах могут обмежаваться попереживанием ци выписать штраф такие приклады есть так само за выпаленный гектар рослинности налишись каля 200 базовых велешинь только у якости компенсации шкоды нанесенной рослинности плюс особный штраф за загинавших живел и птушек жахар мазырского района например який наумысно выпаливал траву у выникуч отбылся пожар на площади 3 десятые гектара повинен выплатить каля 2500 нам вместе с ними базовые величины в том числе за вред причиненный окружающей среде необходимо добросовестно относиться к окружающей среде и охранять ее по мере сил Гомельская областная организация АСВОД рыхтуется до открытия купального сезона вратовальники проводят тренировки и проверяют технику наш корреспондент Вероника Гамзюкова володая под обязанностями купальный сезон для специалистов АСВОД самый напруженный час до его рыхтуются старанно водолазы проводят научные опускания досконало проверяются лодки на вратовальных станциях а лихутка матросы разберут их по водоемах Гомеля как патрулировать водную простору и при необходимости прийти на допомогу тут же и знакомитая пиранья одна из четырех в Украине эта лодка практически усюдоходная может переодоливать и воду и затоны и навод лед такая маневрованность допомогает коли рахунок идей на секунды также в течение круглого года работают наши станции выполняют профилактические мероприятия по спасению по запрету выхода на лед когда период ледостава тонкий лед то есть идет предупреждение граждан об опасности нахождении на тонком льду также выполняются поисковые работы к сожалению случаи утопления присутствуют и в этом году так как лед был у нас тонкий вся зима была период ледостава поэтому приходилось выезжать на поисковые работы спасать людей поспели в Гомельском областном отделении освода реализовать еще один проект тут научают сезонных матросов выротовальников пилотный проект запустили в минулом году он оказался поспеховым и научание непрофессийных выротовальников вошло в систему работы организации в этом году звание матроса отримают больше за 100 доброохотников из всей области працевать на воде они будут с 1 мая по 31-я жнивня некоторые из них пришли другий год запор Александр Руханович былы военный с Петрикова каже, что ему зауседы хотелось допомогать людям як доведався об курсах освода твердо выросшую прийти на навучание его допомога пришлась до речи в 2019-м Александр допомог продухелить трагедию на воде на самом фронте стою и вот женщина приходит с ребенком с двумя даже с тремя детьми от трех до пяти лет можете представить это возраст который не контролируется ребенком мама сидит в пяти метрах от берега как сейчас принято в гаджетах она сидит дети ногами в воде уже пользуясь случаясь я хотел бы перед сезоном обратиться нельзя так делать нужно все-таки на расстоянии вытянутой руки и тогда все мы будем живы и здоровы праца матросов вырятовальников и водолазов запотребованные зауседы летом специалисты допомогают отпочивающим а зимой рыбакам на перакор регулярным попереджением тыев все равно выходит порыбачить на тонкий лед с початку года в Украине до утопления загинули 60 дорослых белорусов человеки с их трое детей в Гомельской области загинули 9 человек двоих удалось вырятовать причинами этих происшествий явились нарушение правил поведения на воде незаконный лов рыбы невыполнение запрета на выход маломерных судов на воду в данный период нереста ну и так же как всегда состояние алкогольного опьянения ведется вахтенное наблюдение проводится патрулирование береговой линии индивидуальные беседы с отдыхающими у водоемов с целью не допустить происшествия на воде заросу в области створены 15 вырятовальных станций 13 постоянно дейючих постов и 10 сезонных где працуют майстеры своей справы больше 280 штатных работников за почние 5 годов Гомельская областная организация осво троече становилась переможцы республиканского спорта по выниках деяностей вероника эфиры пара принесла нашей краине золото и две бронзы на европеаде сейчас проходят тренировки два раза в день в полную нагрузку было время когда мы в карантине сидели это здорово скажем так нас откинуло назад хоть я там и тренировался но все равно все нужно восстанавливать подобные промые уключения комитет БРСМ проводит середины красавика трансляции проходят каждую пятницу у инстаграм анонсы уключения размещаются у официальных группах БРСМ у социальных сетках на следующей неделе мы проведем прямой эфир по методам продвижения в инстаграм затронем интересные мобильные приложения для обработки фото и видео эфир буду вести я блогер с 25 тысячами подписчиков в инстаграм районы потерпелые у вынеку чарнобыльской катастрофы в очима итальянских сябров переможцей международных конкурсу документальных фильмов у Риме стала стушка дракон белой земли яена потерпелых у вынеку аварии территориях сдымали итальянские журналисты с города Матера при поддержке доброчинной ассоциации гостинность безмежа на протягу больше как 15 годов она займается программой оздоровления белорусских детей с потерпелых районов а так само с домов интернатов яке у основным знаходятся на Гомельщине так сдымки фильма проходили у Полесским радиационным заповеднику а так само хойниках речицы и Гомели гэты фильм стал знаком поваги и удячности не только задейность итальянских волонтеров алле и працу белорусских наставников выховальников и социальных работников Чарнобыль зникнение у разрезе у музея истории друку и фотографии Гомельщины представлена выстава фотографа Сергея Курылы экспозиция включая больше за 30 работ промеркованных до годовины авары на Чарнобыльской АЭС гэта спроба зазернуть углы б одной из буйнейших катастроф 20-го стагодзя сдымки зроблены на территории Брагинского района основным у сельской мясцовости пластичные легкие наполненные светлом с дымки створены с допомогой монокля член Белорусского союза дизайнера угродзинский фотограф Сергей Курыла працует как с личбовой так и с аналоговой фотографией среди основных жанров его творчества портрет репортаж и пейзаж с экспозиции можно ознайомиться до 9 мая гэта и атак сама иншая новина информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен всего вам доброго и до новых встреч в эфире